На минувшей неделе случилось два грандиозных события в республике, и масштаб этих событий так велик, что, пожалуй, они затмевают собой все остальные информационные поводы, и потому сегодняшний выпуск мы посвятим только этим двум событиям, но зато разберем их подробно, по деталям, попытаемся понять, какие последствия этих событий и так далее, и так далее. В минувший вторник, 9 апреля, по телевизору таки показали те самые консервы, то есть встречу Владимира Путина и Радия Хабирова, которая случилась на самом деле 2 апреля. Почему ее засекретили, зачем отложили на неделю публикацию, это уже вопрос десятый, и, собственно, вероятнее всего он относится к теории конспирации, которая практикуется в Кремле. Ну, наверное, никому не рассказывают, где, когда и в какое время встречается Путин, с кем, при каких обстоятельствах, ну, в общем, как говорится, путают следы. Это не суть важна. Важно то, что Путин выслушал вот этот беглый бред Хабирова, подержал в руках буклетики с рекламой Республики Башкортостан, которую ему всучил вот этот вот мерчендайзер, и, в общем, самое главное, что случилось на этой встрече, это то, что Путин одобрил планы Хабирова баллотироваться на второй срок в сентябре 2024 года на пост главы Республики Башкортостан. Это основное. Все то, что там говорил Хабиров, это, конечно, чушь полная. Характерно, что Путин, конечно же, оговорился, что, ну, Ральф Аретович, идите на выборы, ну, конечно же, будет решать народ. Ну, у нас, конечно же, всегда народ все решает. Он, он взял и решил 17 марта на все там 91%. Ну и так далее. Путин отметил, что у Хабирова все получается, что у него грандиозные планы, ну, в общем, он ему очень нравится. Какова же реакция была в Республике? Ну, понятно, что изможденный хабировщенный народ стал рвать на голове волосы, причитать, рассуждать на тему, ну, как же так, мы ждали, мы надеялись и так далее, и так далее. Вопреки этому чиновники и всевозможные хабировские прихлебатели рвали не волосы, а баяны, предвкушая еще пять лет разграбления Республики без наказанности и всевозможных возможностей для них. Вот как-то так примерно разделилась наша Республика. Причем, чтобы понять, насколько адекватно и насколько безапелляционно оценивают жители Республики решение Владимира Путина, мы провели опрос в нашем телеграм-канале «Открытая политика», где задали вопрос, как вы относитесь к решению Путина поддержать планы Хабирова выдвигаться на второй срок в Республике Башкортостан. Честно говоря, меня результаты этого опроса удивили, потому что всякий раз, когда мы в телеграм-канале задаем вопрос, касающийся Путина, тут же набегают тролли, которые там забивают все своим голосованием и делают какой-то более-менее похожий на лояльность результат. В данном случае только 16% опрошенных поддержали Путина в решении выдвинуть Хабирова на второй срок. Ну и, соответственно, 84% голосовавших посчитали, что Путин в этот раз ошибся и не стоило ему Хабирова выдвигать на второй срок. Вот такой неожиданный результат. Ну, как бы там ни было, результат уже есть. Можно, конечно, еще раз поучаствовать в этом голосовании. Если вы вдруг подпишетесь на наш канал в телеграме, если вы не подписаны, то у вас появится такая возможность. И вообще подпишитесь, там интересно. Давайте теперь разберемся, так ли уж на самом деле ошибался Путин. Ну, безусловно, рассуждать на эту тему мы попробуем именно с точки зрения самого Владимира Путина. Во-первых, Хабиров абсолютно лоялен в отношении кремлевской власти и, значит, вышестоящего начальства, в отличие от Рахимова и даже Хамитова. Хабиров никогда не противоречит интересам Кремля. Не только интересам Кремля, но и личных друзей Владимира Путина. По первому требованию Хабиров отдает соду Ротенбергам, машиностроение Чемизову, дорожное строительство ВТБ и Сбербанку. То есть тут даже ни о каком противодействии речи не идет. Очень удобный губернатор. Зачем его убирать? Хабиров — лидер в Российской Федерации по предоставлению живой силы для специальной военной операции. Ну и как следствие, Республика Башкортостан в лидерах по потерям. По официальным данным, за все время СВО в Башкирии погибло более 1800 жителей. Это только официальные данные. Для справки, например, в соседнем Татарстане, у которого сходное население и сходная география, этот показатель на 22% меньше. Еще раз подчеркну для тех, кто в танке. Это официальные данные. Уж каковы на самом деле эти данные, вы решайте сами. Умножайте эту цифру на то, насколько вы не доверяете официальным источникам. Ну, кстати говоря, все эти потери Хабирова нисколько не смущают. Для него Башкиры — это строительный материал для его политической карьеры. В этом уже, пожалуй, что никто и не сомневается. Дальше. Аргументы нашего воображаемого Путина. Хабиров и его команда исправно платят в центр. Именно платят. Возвращая в карманы московских кураторов и в так называемый бассейн до 40% получаемых из федерального бюджета сигнований. Ну, как можно такую золотую курицу резать? Ну и самое пикантное. За пять лет правления Хабирова в республике Башкортостан на него накоплено такое количество компромата, что сомневаться в его управляемости в будущем, но никак не приходится. То есть, в любой момент ему можно показать краешек бумажки из какой-нибудь папки и, как говорится, любые проблемы будут решены. И вот теперь встает вопрос. Зачем Владимиру Путину менять на что-то неопределенное, настолько подходящего по всем параметрам Хабирова? Ну, лично я не вижу ни одной причины, по которой Путин не продлил бы Хабирову полномочия в республике Башкортостан. Так что, как бы это ни было печально для изнемогающих от Хабировщины, это абсолютно закономерный результат. Теперь давайте поговорим, что нас ждет дальше, ну хотя бы предположим. Изменится ли Хабиров на своем втором сроке и что нам ждать от него до 2029 года? Ну, конечно, изменится. Даже такие не шибко острые умом люди, как Радий Фаритович, способны меняться под воздействием окружающей среды. А окружающая среда меняется стремительно. Второй срок губернаторов в России, это вообще всегда срок, посвященный, во-первых, сохранению награбленного и, как говорится, складированию этого награбленного в безопасных местах. Ну, и еще, во-вторых, это попытка хоть сколько-нибудь пристойно отпечататься в региональных исторических хрониках. Вот есть такое странное движение у губернаторов, они хотят остаться в истории какими-то более или менее положительными персонажами. Это прослеживается практически на всех примерах. В случае с Хабировым, ну, уйдут в прошлое все такие вот непутевые, токсичные попутчики. Всякие там Ахмадинуровы, Бузыкаевы и прочие Монсены, они, конечно, потихонечку будут уходить. Нет, мы не увидим никаких, значит, громких отставок или разоблачений. Просто эти люди потихоньку, постепенно исчезнут из публичного пространства. Потому что даже ради Хабиров понимают, что они, ну, как-то немножко портят его светлый облик. Существенно будут урезаны аппетиты ключевых соратников Хабирова на втором сроке. Ну, это абсолютно прагматичное решение, потому что все больше и больше придется откатывать Москве и силовикам, чтобы обеспечивать свою неприкосновенность и безопасность награбленного. Все чаще Раде Фаритович будет представать перед нами в каком-то очень благостном и добродушном виде, в виде какого-то доброго самаритянина. Он будет кормить бездомных, он будет натягивать струны уличным музыкантам, будет раздавать квартиры новобрачным. Ну, вот все это будет делаться для того, чтобы где-то там в каком-то подсознании он остался каким-то, значит, таким вот добрым, придобрым правителем. А теперь наложите всю вот эту перспективу на неминуемый жесточайший кризис, который покроет всю Россию в ближайшие пять лет. Что мы получаем на выходе? Мы получаем неподвижное, булькающее, голодное болото до 2029 года. И это как минимум до 2029 года. Ну, что же делать, спросите вы или вы запите, как говорится, в пустыне? И вот тут единого универсального ответа я, честно говоря, не нахожу. Ну, начнем с того, что надежда, как обычно, умирает после веры и любы. То есть можно попробовать дать какой-то хотя бы очищающий совесть отпор Хабирову на выборах в сентябре 2024 года. Ну, сами понимаете, это действительно может случиться только для очистки совести, чтобы самому себе потом сказать, нет, я не голосовал за Хабирова. В остальном, у всех свой путь. Ну, путь, выбор, судьба, называйте это как хотите. Можно припасть к тощей груди власти в поисках свободного соска, можно уехать, куда глаза глядят, куда бы они не глядели, чтобы не видеть, по крайней мере, все вот эти безобразия. А можно уйти в себя, что, собственно, свойственно жителям России в самые темные времена, когда власти уже серые, но за спиной у них отчетливо маячат черные. Так или иначе, благословение Хабирова на второй срок Путинам основательно подрывает наивную веру многих жителей республики Башкортостан в то, что где-то там в далекой Москве за зубцами сидит добрый, мудрый царь, который спасет, который придет на помощь в самый отчаянный момент и уймет этого ужасного Хабирова. Нет, больше на это все рассчитывать точно не стоит. Ну, можете еще какое-то время писать наивные письма Путина, ой, спасите, помогите, смотрите, хулиганы зрения лишают. На самом деле это, конечно, не поможет. Так что тут произошел такой сингулярный переход в том смысле, что больше действительно на Путина, как на спасителя, от местных баев и царьков надежды в республике Башкортостан точно нет. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш YouTube-канал, а также на канал в Telegram, он тоже называется «Открытая политика». Ну и на всякий случай подпишитесь на «Открытую политику» в Яндекс.Дзене. Чем черт не шутит, вдруг что-нибудь закроют, а там канал абсолютно независимый. Ну и не забывайте о том, что мы существуем исключительно на ваши пожертвования, а потому мы безгранично и заранее благодарны всем тем, кто помогает каналу материально. Помочь каналу материально можно на любую сумму через расчетный счет, который мы вам демонстрируем и который вы можете найти в описании под каждым видео на нашем YouTube-канале. Вторым по значимости событием в республике на минувшей неделе стал внезапный арест бывших топ-менеджеров компании «Башспирт» и водворение в СИЗО Артура Хазигалеева, богатейшего депутата Горсовета Уфы и эксцентричного бизнесмена Иси Борита, его ближайшего сподвижника Александра Компанченко, который состоял ранее директором торгового дома «Башспирт», а также водворение под домашний арест Рауфа Нагуманова, известного тем, что в разные годы и при разных правителях он был мэром Уфы, вице-премьером правительства, и вот с 2018 по 2022 год он был генеральным директором компании «Башспирт». Напомню, что «Башспирт» — это крупнейший в России производитель алкоголя, полностью принадлежащий государству. В частности, он полностью принадлежит республике Башкортостан как имущество. Вышеупомянутой троице вменяется статья 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По этой статье предполагается лишение свободы от 2 до 10 лет. Но прежде чем рассуждать о том, что это было и чем это закончится, давайте откатимся на 6 лет назад. Как только в республике воцарился Хабиров, он с порога начал подбирать под себя все доступные денежные потоки и активы. Ну, конечно же, «Башспирт» сиял на этом поле ярче всех. Многомиллиардные обороты и стабильный сбыт продукции при полном отсутствии каких-либо акционеров и посторонних собственников. Полный контроль. В 2018 году Хабиров немедленно и полностью меняет менеджмент «Башспирта» и, как говорится, понеслось. Ураганили все. Сидякин стал председателем Совета директоров. Нугуманов – генеральным директором. Неотъемлемый от Рауфа Нугуманова Игорь Стрижнев стал его советником, ну а по факту главным решалом этого самого «Башспирта». Иноагент Мурзагулов присосался к рекламным бюджетам и фирма, которая была зарегистрирована на его родственников, благополучно осваивала эти бюджеты. Даже Ульянка Трегубчак была замечена скачущей на огромной бутылке водки от «Башспирта» и рекламирующей все вот это вот. А еще один иноагент, Алишер Моргенштерн, куснул-таки с краю сытный пирог рекламных бюджетов тоже с подачи все того же иноагента Мурзагулова. В общем, вся эта вакханалия длилась до 2022 года. В общем, гуляли широко, обильно и долго. Не забывая, правда, в угаре вот этих вот развлечений и всевозможных форумов и о достаточно простеньких схемках. Вот тут-то и появляется Артур Хазигалеев, лично приглашенный Радием Хабировым для якобы настраивания розничного бизнеса «Башспирта». Ну, Хазигалеев, как говорится, и настроил. Веселье длилось четыре года, и в 2022 году Хабиров резко меняет всю эту развеселую команду. Сидякин тут же отъезжает в Москву под крыло депутатской неприкосновенности. Мурзагулов сбегает в Европу и начинает оттуда кидаться калом в своих бывших друзей. Игорь Стрижнев предусмотрительно достает из Чулана припрятанный итальянский паспорт и отбывает в Тоскану. Но уже в феврале 2023 года силовики врываются в офисы «Башспирта», изымают документацию и спешно заявляют о причиненном государству ущербе на 400 миллионов рублей. А дальше? А дальше случается ничем не объяснимая пауза на целых 14 месяцев. Никто не задерживается, никто не арестовывается, никому не предъявляются обвинения, никак не возмещается вот этот уже озвученный ущерб в 400 миллионов рублей. И вот на следующий день, после того, как Хабирова опубликовали, вернее, хабировское благословение от Путина, происходят аресты. Аресты Хазигалеева и Компанченко и водворение под домашний арест господина Нагуманова. Есть даже версия о том, что Хабиров собственноручно накатал какой-то донос на своих недавних товарищей. И это во многом поспособствовало вот этим вот событиям. И как бы вот этот донос, эта бумага была частью сделки с Кремлем. Мне эта версия не представляется достаточно реалистичной. Но факт того, что Хабиров не только время от времени теперь сдает своих, но и, в общем-то, практически полностью опроверг свой тезис о том, что нужно насмерть стоять за свою команду, этот факт, пожалуй, что не подлежит какому-то серьезному сомнению теперь уже. Теперь давайте попробуем разобраться в перспективах уголовного дела Башспирта, ну, поскольку оно закрутилось. И, кстати говоря, крутиться будет довольно стремительно, потому что дата окончания срока следствия это 13 мая. Судя по тому, что ранее звучавшая сумма ущерба в 400 миллионов рублей существенно сократилась до 88 миллионов, определенные эпизоды изъяты из уголовного дела и рассматриваться не будут. Ну, это мое пока предположение. Велика вероятность и того, что Хазигалиева и Кампанченко сделают, как говорится, крайними. А Ногуманову погрозят пальчиком и, ну, немного оштрафуют в пользу казны, а много оштрафуют, как говорится, в пользу не казны. Есть и такое предположение. Если события будут развиваться именно так, как я предполагаю, за скобками следствия может остаться многомиллионное злоупотребление, например, с рекламными бюджетами. То есть там, конечно, порезвились изо всех сил. Повторюсь, там был в теме господин Мурзагулов, и не исключено, что часть этих доходов все еще до сих пор поступает туда к нему, в это иноагентское, значит, логово за границу. Могут остаться за скобками и делишки, связанные с устройством вот этого странного дворца дома приемов на улице Пушкина, который тоже строился почему-то башспиртом. Зачем башспирту нужен был дом приемов, совершенно было непонятно. Судя по всему, исходя из этой логики, неприкосновенным и непричастным останется и бывший председатель Совета директоров башспирта Александр Сидякин. Тут, как говорится, США проявил всю свою бдительность и всю свою наблюдательность, вовремя смекнул, чем закончится вся эта история, и забаррикадировался в Государственной Думе, прикрываясь своей неприкосновенностью. Не станет, видимо, заморачиваться следствие и по поводу еще одной ключевой фигуры я говорю про Игоря Стрижнева, того самого советника Нагуманова, который на самом деле был связным между всеми вот этими вот сложными механизмами злоупотребления в ваш спирте. Игорь Стрижнев в данный момент, напомню, благополучно попивает к Янте в Тоскане. Хотя извлечь его из Европы вполне реалистично. Стрижнев регулярно посещает Лондон по своим делам, а англичане, как известно, весьма отзывчивы к ордерам Интерпола, если речь идет о криминальных основаниях. Дело остается только за тем, чтобы следствие сейчас грамотно написало этот ордер и определенным образом представило его в Интерпол. Как это ни странно, но это работает. Если следствие намерено вскрыть всю правду вот об этом Хабировском башспирте, о всех схемах, которые там практиковались, то именно Игорь Стрижнев может быть ключиком к этим всем тайнам. Именно его нужно выковыривать из этой Тосканы. Кстати, координаты и контакты Стрижнева в Лондоне и Тоскане имеются, как говорится, у нас в редакции, так что обращайтесь. Так или иначе, дело башспирта в очередной раз демонстрирует нам всю сущность команды Хабирова и их намерений в отношении территории, доставшейся им для разграбления. Как говорится, посмотрим, чем закончится эта история, для кого чем закончится, как она закончится, кто что получит, а самое главное, будет ли возмещен вот этот космический ущерб, который вменяется этой кампанией. Как-нибудь потом, после того, как будет озвучен приговор по делу башспирта, я, наверное, сниму передачу о том, как Стрижнев, Нагуманов, Сидякин судились со мной, а вернее пытались со мной судиться за то, что я как-то раз в своей передаче назвал менеджмент башспирта образца 2012-2018 годов вороватым и жуликоватым. Согласитесь, это очень смешно на фоне нынешних событий. Ну а пока, как говорится, следствие покажет, вскрытие расскажет, ну а суд поставит точку во всей этой истории. Завтра, 14 апреля, в 21.00 на нашем YouTube-канале состоится 103-й стрим открытой политики. Безусловно, в сегодняшнем выпуске я не охватил всю полноту событий, которые происходили в Республике за минувшую неделю, так что завтра во время стрима вы можете задавать те вопросы, которые вас интересуют или то, о чем я сегодня не говорил в нашем выпуске. Так что собираемся, ставим очередные рекорды, поговорим, постараюсь ответить на все вопросы. Заранее вопросы можно присылать в виде комментариев вот к этому нашему сегодняшнему видео. Субтитры создавал DimaTorzok